МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Здравствуйте! С вами Ольга Дмитриева. И Полина Толмачева. Вы смотрите Утро на ОТВ. Встречайте новый день с нами. И сегодня в программе вы увидите безопасные качественные дороги. 500 метров дорожного полотна заменят до конца года в деревне Сальково и отремонтируют двухкилометровый участок эстакады в Отрадном. Региональная программа собрания собственников многоквартирных домов успешно проводят в онлайн-формате. Возмещение морального вреда. Сотрудники Одинцовской городской прокуратуры рассказали, как и куда подать исковые заявления. Итоги работы. В Одинцовском отделении вневедомственной охраны состоялось совещание ветеранских объединений силовых структур. Воспитание поколений. Масштабную работу по морально-патриотическому воспитанию проводят в 17-м детском саду в Кубинке. Моя Россия. В Одинцовской детской школе искусств прошел отчетный концерт творческих коллективов. Сегодня 21 апреля. В этот день в 1954 году СССР вступил в ЮНЕСКО. А с декабря 1991 года Россия заняла место СССР в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки, культуры как государство-правоприемник. Более чем полувековая история отношений России с ЮНЕСКО подтверждает эффективность и перспективность данного сотрудничества. Чем еще примечательен сегодняшний день, смотрите далее. 21 апреля в Ленинграде открыли первый в СССР трехзальный кинотеатр «Москва». Здание общей площадью более 2000 квадратных метров построили по проекту архитектора Лазаря Хидекеля. В помещении сложная внутренняя архитектура, широкие лестничные марши и просторные холлы. Для ленинградцев открытие Москвы стало знаменательным событием. К походу в кино относились со всей серьезностью и торжественностью, ну, как к посещению театра. Москва пользовалась большой популярностью у зрителей долгие годы. В России сегодня отмечают День главного бухгалтера. Дата празднования выбрана не случайно. Конец апреля – как раз то самое время, когда бухгалтер может немного расслабиться перед длинными майскими выходными. А в мире в этот день отмечают праздник творчества инноваций. 21 апреля 1758 года родилась Арина Родионовна Яковлева, любимая няня Александра Пушкина, трогательное отношение, которое поэт пронес через всю жизнь и посвятил ей ряд своих произведений. Также в числе известных именинников русский механик-изобретатель Иван Кулибин, королева Великобритании Елизавета II и английская писательница Шарлотта Бранте. А в Одинцовском округе до конца года заменят 500 метров дорожного полотна в деревне Сальково и отремонтируют 2-х километровый участок эстакады в Отрадном. Также в муниципалитете идет ямочный ремонт, который завершат в ближайшее время. Подмосковье приступили к плановому ремонту дорог. До конца 2023 года обновят около 650 участков общей протяженностью более 1 тысячи километров. Больше половины объема работ проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Важность исполнения федеральной областной программы подчеркнул и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Посещая территории, мы можем услышать от жителей просьбы о ремонте дорог. Перепады, сложный климат приводят к тому, что весной мы должны направить особые усилия на приведение в порядок дорожно-транспортной сети. Плюс тротуары, без которых люди тоже не могут обойтись. В Одинцовском округе до конца 2023 года отремонтируют 500-метровый участок в деревне Сальково. Его определили по результатам голосования на портале «Добродел» и двухкилометровый отрезок эстакады в Отрадном в рамках нацпроекта. Также в муниципалитете продолжают сезонный ямочный ремонт. Если от ямы идут лучи, трещины, то, собственно, мы стараемся большой картой заменить асфальтовое покрытие. Делаем это по технологии, и у нас гарантия по этой технологии полтора года. В текущем году устранят дефекты на 23 тысячах квадратных метрах дорожного полотна. На данный момент уже выполнена треть работ. В этом году мы выполнили уже за неделю только 3,5 тысячи квадратных метров асфальтобетона. Мы уложили. На сегодняшний день используем в своей работе три завода, которые, в принципе, выходят уже тоже на нормальные мощности. То есть с материалами на сегодняшний день никакого голодания наши подрядчики не испытывают. И, в принципе, укладываемся во все нормативные сроки. Работы на основных магистралях и дорогах с большой пропускной способностью завершат в ближайшее время. Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Собрание собственников многоквартирных домов онлайн – важный элемент цифровизации в системе ЖКХ. Плюсы данной системы – мобильность и оперативность. О других преимуществах программы в репортаже Екатерины Крамор. Собрание собственников многоквартирных домов в электронном виде – один из важных механизмов цифровизации в системе ЖКХ. Эта программа появилась в 2020 году и теперь пользуется популярностью у жителей Подмосковья. Цифра позволяет нам обеспечивать важные перемены в энергетике и коммунальной сфере. Мы упростили все процедуры, чтобы можно было без волокиты подключиться к газу, электричеству, теплу, воде. Теперь заявитель получает все документы в электронном виде на региональном портале Госуслуг. Ему не нужно никуда ходить, носить с собой кипы бумаг и стоять в очередях. Все легко и быстро. Мы также провели оцифровку сетей электротепловодоснабжения и водоотведения, создали карту коммунальных услуг МКД, куда внесли данные по всем многоквартирным намам Подмосковья. Выбор управляющей компании, капитальный и текущий ремонт общего имущества в МКД, вопросы благоустройства. С помощью онлайн-собраний можно проголосовать за любую интересующую тему. Вследствие чего приходит каждому собственнику уведомление о начале данного голосования. И также при сроках проведения собрания, если кто-то находится в долгосрочном выезде, в командировке или на отдыхе, они могут сделать это удаленно, проголосовать за определенные вопросы. Тем самым мы собираем более количества голосов по многоквартирному дому, никому ходить не надо. Подмосковье – первый регион в Российской Федерации, где каждый житель МКД может решить вопросы по управлению своим домом, проводя собрания в электронном виде. И это дает массу преимуществ, одна из которых – оперативность и удобство. Элементарно необходимо зарегистрироваться на платформе ЕАИС ЖКХ, которая синхронизируется с госуслугами, где идентифицируется, что вы собственник данного жилого помещения. При инициативе, если я захотела поднять какой-то вопрос на всех жителей, мне необходимо просто зайти в эту программу, прописать этот вопрос, нажать кнопку «Инициировать собрание» и далее уже все, выбирая параметры, буквально 15 минут максимум. На это возможно потратить время. Недавно Московская область заняла первое место на первой национальной премии в номинации «Коммунальное хозяйство» за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город». Кроме того, портал «Добродел» получил специальный приз за лучшее цифровое решение для коммуникации с жителями. По итогам 2022 года Одинцовский округ остается лучшим по количеству проведенных собраний в электронном виде. Их состоялось больше тысячи. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Более половины работ, запланированных на месяц, чистоты и благоустройства выполнили в Лобне. До конца апреля 490 дворников приведут в порядок более 100 гектаров городской территории. Они убирают прошлогоднюю листву, моют фундаменты многоэтажек, красят заборы и высаживают деревья. Вместе с сотрудниками управляющих компаний жители составляют перечень того, что еще необходимо сделать в дворах. Следующий субботник пройдет 22 апреля. У нас 15 тысяч дворов, большое количество парков, общественных пространств. Все они после зимы нуждаются в заботе и внимании. Руководители предприятий также должны знать, что наведение порядка на прилегающих территориях является для нас важным. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. Зоологи предупредили об активизации бобров в Подмосковье. Животные усердно обновляют свои постройки на реках и прудах Московской области. У них начался брачный период. Численность бобров ежегодно растет, и нередко они становятся виновниками подтоплений или гибели молодых плодовых деревьев на дачных участках. Зоологи призывают жителей с пониманием относиться к ситуации. Акцию ЕГЭ для родителей провели в школе номер один в Апрелевке. Они прошли всю процедуру экзамена в опрощенном виде. Сначала их ознакомили с процедурой экзамена, правилами и последствиями за нарушение. Затем распределили в три аудитории. Условия были максимально приближены к реальному экзамену. Традиционного шествия бессмертного полка в этом году не будет. При этом жители Московской области смогут разместить портреты ветеранов на одежде, в соцсетях или на автомобилях. Фото можно бесплатно распечатать в МФЦ. Также портреты, присланные для участия в бессмертном полку онлайн, в День Победы украсит экраны и медиафасады страны. По закону, пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях имеют право на возмещение не только физического, но и морального вреда. Доказать нанесение нравственных страданий и назначить покрытие расходов может только суд, основываясь на обстоятельствах конкретного происшествия. Как и куда подать исковые заявления, расскажут сотрудники Одинцовской городской прокуратуры. Моральный вред от дорожно-транспортных происшествий определен законом, как ощущение физических и нравственных страданий, полученных в результате ДТП. Также может заключаться в переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потери работы и так далее. Пострадавшие или и в родственнике, а также доверенное лицо в праве потребовать возмещения нравственного ущерба, возникшего в результате инцидента. По общему правилу с требованием возмещения морального вреда при дорожно-транспортном происшествии, истец в праве обратиться в суд по месту жительства ответчика. Иски о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или в результате смерти кормильца, могут предъявляться также в суд по месту жительства истца или по месту причинения вреда. Исковые заявления и документы к нему возможно подать в суд на бумажном носителе или при наличии в суде технической возможности в электронном виде в установленном порядке. В случае удовлетворения судом ваших требований, вы вправе после вступления решения суда в законную силу получить исполнительный лист, который также по вашему ходатайству направляется для исполнения непосредственно судом. Сумма возмещения морального вреда выплачивается на основании судебного решения и не облагается НДФЛ. Совещание ветеранских объединений силовых структур провели в Одинцовском отделении вне ведомственной охраны. На встрече обсудили текущие организационные вопросы, подвели итоги и наметили планы на будущее. После заседания все участники мероприятия отправились на экскурсию в Парк Патриот. В Одинцовском отделе вне ведомственной охраны провели выездное заседание Совета ветеранов подмосковного главка Росгвардии с коллегами из МВД и Союза офицеров. На встрече обсудили текущие организационные вопросы, подвели итоги и наметили планы на будущее. Мы поговорим с вами несколько слов о рейтинге ветеранских организаций, о работе газеты данной, о финансовом обеспечении ветеранских организаций и о подготовке конференции. В начале мероприятия председатель организации Иван Панков поблагодарил участников за вклад в военно-патриотическое воспитание личного состава и выразил благодарность клубам «Досуг», «Диалог» и «Забота», а также поднял вопрос о поощрении ветеранов, отличившихся в общественной работе. Лучшего социального работника нашего, который будет организовывать работу в показании помощи ведуждающимся ветеранам по защите социальных прав, там кому нуждается поддержка какая-то и так далее. Вот эти основные направления, которые работают в Киевской организации, мы будем выявлять и поощрить. На заседании обсудили новый номер ведомственной газеты. Информационный бюллетень «Вестник Росгвардии Подмосковья» начали выпускать в прошлом году. Он выходит раз в квартал, тиражом 999 экземпляров. Мы не обещаем не только о жизни нашей ветеранской организации, о жизни коллектива главного управления, но мы обещаем о жизни и взаимодействии с ветеранской организацией округа. Также на встрече ветеранам вручили новые удостоверения после замены. Сегодня ветеранские организации насчитывают около 800 участников в 36 местных отделениях. И подобные встречи не только объединяют, но и задают вектор будущей работы. Вот смысл состоял в том, чтобы мы и ко дню победы немножко активизировали свою деятельность о том, чтобы вспомнить всех павших, но победивших в этой грандиозной битве за будущее нашей страны. В Одинцовском отделении Росгвардии почетным гостям всегда рады и к организации встречи подошли основательно. После официальной части отдых и неформальное общение. Мы на самом деле рады, что ветераны нас посещают. Мы готовы их принимать чуть ли не каждый день. Сейчас официальная часть протокольная закончилась. Сейчас ветераны поедут в комплекс «Патриот». В ходе экскурсии ветераны посетили музейный комплекс «Дорога памяти», пройдя 1418 шагов, а также посетили главный храм Вооруженных сил Российской Федерации. В завершение встречи участники возложили цветы и зажгли свечи вдоль «Дороги памяти». Полина Толмачева, Илья Павлов, телекомпания Одинцова. В Москве расцвела первая в этом году сакура. Увидеть чудо природы можно на весеннем фестивале цветов в ботаническом саду. Дерево расположилось возле субтропической оранжереи рядом с малой черемухой. Здесь же можно полюбоваться и первыми магнолиями. О других новостях столицы подробнее в нашей рубрике. На 44-х столичных причалах провели масштабные работы по подготовке к летнему периоду. Тщательно промыли лестничные исходы, облицовку стен и напольные покрытия. Провели пескоструйную обработку металлических ограждений и чугунных элементов. Кроме того, коммунальщики привели в порядок набережные. В Московской области ускорили мобильный интернет к началу дачного сезона. Такого значительного улучшения добились за счет строительства новых базовых станций, а также перехода в прошлом году в сеть 4G. Кроме того, сеть стала надежнее в два раза по сравнению с прошлым годом. Недалеко от станции Поклонная МЦД-4 вдоль реки обустроят прогулочную зону с лавочками, уличными торшерами и пешеходный мост. Им можно пользоваться как альтернативным маршрутом к станции МЦД. Также организуют зону отдыха на улице Поклонной вместо гаражей. Там появятся дорожки, уличные фонари, газоны и клумбы. Во время мероприятия обновят и сквер на улице 1812 года. Место оснастят парковыми качелями, альпийскими горками и цветниками. Далее в программе. Воспитание поколений. Масштабную работу по морально-патриотическому воспитанию проводят в 17-м детском саду в Кубинке. Моя Россия в Одинцовской детской школе искусств прошел отчетный концерт творческих коллективов. Новости Афиша. В нашей постоянной рубрике расскажем о мероприятиях на ближайшие выходные. Детский сад номер 17 в Кубинке ведет масштабную работу по морально-патриотическому воспитанию. Ее проводят не только с детьми, но и внутри коллектива, и с родителями. Увидеть результаты работы и перенять опыт сюда пришли гости. В их числе и наш корреспондент Полина Бахова. Песню о родном городе эти малыши из 17-го детского сада знают на зубок. Также хорошо знают историю родного города и страны. Все потому, что морально-патриотическому воспитанию здесь уделяется особое место. Ведь главные жизненные принципы закладываются именно в таком юном возрасте, уверены педагоги. Дети – особый народ, детство – особый период, а дошкольный педагог – особая профессия. Почему она особая? Потому что нам доверено вот это самое будущее, маленькое, которое потом будет лечить, учить, руководить страной. За много лет работы по патриотическому воспитанию детский сад накопил большой опыт. Сегодня делятся им с коллегами, учителями и воспитателями других детских учреждений, а также с родителями. Ведь именно этот союз – залог успеха, а патриотизм в наше непростое время особенно необходим. Любой гражданин Российской Федерации должен быть патриотом. И чтобы быть настоящим патриотом, он должен знать свою историю и культуру, чему здесь учат наших детей. В этом дошкольном учреждении расположен тематический музей «Ведется волонтерская работа». Здесь собирают и отправляют посылки для участников спецоперации. Ребята вместе с родителями готовят презентации на военно-патриотическую тематику. А еще детский сад тесно сотрудничает с парком «Патриот». Я считаю, что то, что это происходит именно в Кубинке, в месте, которое, я думаю, наиболее патриотическое место во всей Московской области, может быть, на одной из самых патриотических мест и во всей Российской Федерации, это очень символично. Спасибо вам за эту работу. Результаты такой деятельности уже налицо. Лев Давыдов когда-то тоже учился читать стихи на этой сцене. Сегодня он старшеклассник, оканчивает музыкальную школу. Демонстрирует свои таланты и рассказывает о своей весьма интересной творческой и волонтерской деятельности. Я езжу в госпиталя почти на все праздники. На Новый год, на воскресные праздники часто езжу. Мы поздравляем раненых, те, которые уже выписали, те, которые только на выписку. Ну, я играю там, поздравляю, дарим подарки, естественно. Военным очень приятно это. Глядя на знания и настрой этих малышей, можно с уверенностью сказать, что они тоже вырастут достойными людьми, истинными гражданами своей страны и настоящими патриотами. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания Одинцова. Отчетный концерт «Моя Россия» прошел в Одинцовской детской школе искусств «Классика». Для гостей выступили сводные хоры и ансамбли, солисты и образцовые хореографические коллективы учреждения. Русские народные танцы, песни и стихотворения о родине – все это в исполнении учащихся Одинцовской детской школы искусств «Классика». Ее воспитанники приняли участие в отчетном концерте «Моя Россия». Отрадно отмечать, что воспитанники Одинцовской детской школы искусств «Классика» традиционно являются победителями фестивалей и конкурсов самого высокого уровня, в том числе всероссийских и международных. Мы очень гордимся воспитанниками Одинцовской детской школы искусств «Классика». Огромное богатство нашей страны ребята постарались передать через музыку, танец и творчество. Также учащиеся изобразительного отделения школы представили свои работы. Это отражение творчества русских поэтов, русский писатель, там и Пушкин. Это русские сказки, русские былины, русские обряды. То есть в любом случае это уголки нашей России. Отчетные концерты проводятся в соответствии с графиком во всех музыкальных и детских школах искусств округа. Именно так учащиеся и педагоги демонстрируют уровень мастерства, достигнутый воспитанниками за определенный период. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. В честь весенних выходных в селе Иславское в Доме культуры Горки-10 состоится вечер поэзии «Весенняя рапсодия». 22 апреля в 12 часов дня при участии литературно-творческого объединения «Успенские вечера» зрителей познакомят с миром поэзии, прочтут любимые стихи и исполнят музыкальные номера. Какие еще мероприятия пройдут в эти выходные в нашем округе, смотрите далее в рубрике «Новости Афиша». Здравствуйте! Вы смотрите рубрику «Новости Афиша». О самых интересных культурных событиях в округе прямо сейчас. Приближаются выходные, а это значит, настало время для новой подборки культурных и спортивных мероприятий в округе. Субботнее утро можно начать с турнира по самбо. Он начнется в 10 утра в КДЦ Назарецкий. Юные спортсмены сойдутся в бескомпромиссном поединке. Цель турнира – популяризация здорового образа жизни среди населения посредством силовых видов спорта. Далее продолжаем отдых в более спокойной обстановке. В час дня в поселке Усово-Тубик в библиотеке ждут любителей животных. Литературная игра о братьях наших меньших будет посвящена творчеству известной детской писательницы – анималисту Вере Чаплиной. А в Голицыне ждут любителей чая. В 3 часа дня по адресу улица Советская, 27А, за чашкой чая вам предложат сыграть в настоящую народную игру «Русское лото». По результатам игры определятся три победителя. А желающие смогут еще и расписать авторские пряники. Это мероприятие под названием «Необычайный парк» пройдет в 3 часа дня. В честь Международного дня танца в 2 часа дня в поселке Барвиха в культурно-досуговом центре состоится танцевальный флешмоб. Участники познакомятся с различными видами этого искусства и устроят танцевальный баттл. На традиционную субботнюю игротеку ждут всех желающих в Лесногородской библиотеке в 5 часов. Скоротать вечер за любимыми играми, такими как «Монополия», «Эрудит», «Дженго», «Твистер», «Сратега» и другие – всегда приятно и весело. Начало в 5 часов. В воскресный день в свободное время предлагается посвятить так называемым творческим полезностям. На мастер-классе «Нужные из ненужного» детям и взрослым можно будет научиться давать старым вещам вторую жизнь. Из подручных материалов можно будет смастерить красивые поделки. Всех желающих ждут в 12 часов в Театре сказок Парка Захарова. Чтобы повторить правила здорового образа жизни, детей и взрослых приглашают в Немчиновку в 12 часов дня. В местном КДЦ состоится тематическая беседа, где участники узнают, как сберечь свое здоровье, чем питаться и как вести здоровый образ жизни. После беседы всех ждет веселая викторина «Я знаю все о ЗОЖ» и небольшой интересный видеофильм. Увлекательная экскурсия пройдет в парке Захарова на Поляне сказок. В час дня посетителям расскажут о самых знаменитых мифологических образах в произведениях Пушкина. Например, об образе волшебной белки, поющей песенке, об ученом-коте, рассказывающем сказке. Вас ждет встреча с бабой-ягой, русалкой и другими персонажами. Завершить насыщенный воскресный вечер можно будет, посетив концерт «Прекрасное настроение». В 4 часа дня в селе Успенское в КДЦ имени Кобзона вас ждет концерт, подготовленный лауреатом международных и всероссийских конкурсов. Группой «Диапазон» под руководством Николая Юрьева. Отдыхайте насыщенно, и тогда полученного заряда положительных эмоций хватит на всю неделю. И о погоде. По прогнозам синоптиков, в пятницу ожидается малооблачная погода. Температура воздуха днем 13-15 градусов тепла, ночью 6-8 со знаком «плюс», ветер северный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 66%. Геомагнитное поле неустойчивое. Проявите сегодня настойчивость, и тогда точно добьетесь успеха. Во второй половине дня у многих появятся необычные идеи, и не исключено, что захочется что-то кардинально изменить в жизни. Подробнее в нашем гороскопе. Овны. Вскоре вас ждет душевное перерождение. Путь к нему не будет легок, вам придется многому противостоять. Тельцы. Наступило время пересмотреть свой прошлый опыт. Возможно, препятствия на вашем пути тоже не случайны. Они имеют корень в вашем прошлом. Близнецы. Подходящий момент сосредоточится на домашних делах, ведь для вас дом не просто жилище, а ваша крепость. Раки. Общение – важная часть вашей жизни, но если его нет и вы не рядом с теми, кто вас радует, сконцентрируйтесь на себе. Львы. Настройтесь на восприятие знаков, они рядом, стоит только обратить внимание. Если вам удастся, знайте, что вы идете верной дорогой. Девы. Вы по жизни стремитесь к совершенству, и ваше тело не исключение, но в погоне за идеалом вы упускаете себя настоящего. Весы. Верните себе силы и проведите этот день в гармонии с природой. Например, организуйте планы на эти выходные. Скорпионы. Луна, пусть и убывающая, символ рождения и бесконечных возможностей, и только вы знаете, что вам нужно. Стрельцы. Время сидеть на берегу реки и ждать. Не торопите события, они произойдут, когда придет срок. Вам нужно лишь наблюдать. Козероги. Для больших перемен нужно пространство, и ваш внутренний мир, как комната, тоже нуждается в поддержании порядка. Расчистите место для новых свершений внутри себя. Водолеи. Вспомните, что Вселенная дает каждому то, что он просит. Помогите тому, кто нуждается больше вас, если есть ресурсы. Рыбы. Прочувствуйте, на что тратятся ваши силы. Возможно, вы стучите в открытую дверь. Примените творческий подход к простым задачам. На этом у нас все. С вами была Ольга Дмитриева и Полина Толмачева. Хорошего дня и отличного настроения. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова